Запрет на ввоз в Россию товаров из Украины или тех, которые перемещаются через территорию Украины, стал для некоторых партий и политиков Молдовы приоритетом. Они стали говорить о том, что якобы договоренности президентов Молдовы и России о снятии ввозных таможенных пошлин не работают и вся молдавская продукция подпадает под запрет. К решению возникшей проблемы немедленно подключился президент Дадон. Он лично ведет переговоры с руководством Российской Федерации. Но, судя по всему, не все в Молдове оставили идею раздуть на этой теме скандал. Совершенно не волнуюсь о тех самых аграриях, про заботу, о которых бесконечно говорят в интервью. О том, как обстоят дела на самом деле в ближайшее время. И мы также сегодня затронем неожиданный, не анонсированный доклад премьер-министра по результатам работы его кабинета за три года. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Греченкова. Здравствуйте. И сегодня раскрывать эти интересные темы мне будут помогать мои гости. Это эксперты в области экономики, известнейшие в стране экономисты Михаил Пойсик. Добрый вечер. Вячеслав Фианиц, Иван. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я не могу первонаперво поддержать позицию одного из участников. Можете и вы, уважаемые наши телезрители, позвонив по указанному ниже номеру телефона. Я не могу держаться в самом начале программы, чтобы не сказать о том, что доклад у премьер-министра господина Филиппа вышел какой-то уж больно неожиданный. Знаете, вот напрашивались прямо аналогии с как вот ночью это правительство и принимало присягу, так вот тихонько, сказав одному-двум каналам, да, всего лишь, был сделан доклад и подведены итоги этой трехлетки. Все-таки какие-то данные у нас есть о том, что говорил премьер-министр. Видеокартинку мы предоставить, к сожалению, не можем по понятной причине, просто потому что нас не пригласили, как и многие других журналистов. Но давайте проанализируем. Госпомпостик, вы были в эфире, в одном из эфиров, по-моему, когда премьер выступал, по-моему, в парламенте и подводил итоги. Вот сейчас он тоже предлагал какие-то цифры, к нашему сведению, и многие, на мой взгляд, повторялись, если нет, вы будете меня поправлять. Но он, конечно же, говорил о больших экономических успехах в стране. Говорил, что добились стабильности, это самое главное. Заявил, что республику Молдова за эти три года поставили в восходящий тренд, так и сказал. Экономический рост более 4%, снизились налоги, подоходные на 12%, сократили давление на экономических агентов. 170 тысяч рабочих мест была эта цифра, по-моему, да? Еще раз озвучено. Экспорт у нас, господин Иоанници, неуклонно растет, только в первой половине 2018 года аж 30%. Очень много, по словам премьера. Заработная плата у бюджетников, я просто вот радуюсь за них, не менее 2000 теперь, значит, будет. Средняя пенсия почти 50% за три года, по словам премьер-министра. Отремонтировано. 1600 километров дорог. Ну, в общем, если вот так вот все это попытаться проанализировать, то мне как бы за страну радостно, судя по этим данным. А вам радостно, господин Пойсик? Знаете, сколько ни говори сахар, во что сладкое не станет, это известная поговорка. Халва, халва, извиняюсь, халва, да. Спасибо. Спасибо. Дело в том, что, понимаете, когда мы говорим, прежде всего, о макроэкономических показателях, я неоднократно уже говорил о том, что в мире население воспринимает прежде всего созданные рабочие места или нет. Если правительство создало рабочие места за электоральный период, тогда можно рассматривать все остальное. Если в минус, то это говорит о том, что правительство уже, чтобы как бы другие положительные показатели не были, это уже плохо. Что у нас произошло? То есть, есть формальный и неформальный сектор. Формальный – это где люди платят налоги, получают официальную зарплату, даже частично в конвертах. Но, тем не менее, эти люди считают, что они чистятся формально. Так вот, к сожалению, произошло сокращение рабочих мест. Где они добавили? Они добавили 100 тысяч за последний год в сельском хозяйстве. А там половина производит продукцию исключительно для личного потребления. И это создало видимость против какой-то рабочего места. Если человек в течение 20 часов в неделю, считается, что он занят, дергает морковку, дует козу и так далее, это что, рабочее место? А вот те, которые формальные места, они сократились в промышленности, в строительстве и так далее. Вот в чем проблема. Это первый момент. Теперь, когда говорит рост, у нас же дождь выпал. Сельское хозяйство дало, есть урожай, ВВП раз подскочил. Дождь не выпал или какой-то внешний фактор, у нас за годы проевропейского управления средний темп роста ВВП 3,2%. Учитывая, во сколько раз мы отстаем от среднего уровня европейских стран, нам надо 100 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня по ВВП дальше. Вот смотрите, они говорят успехи, да? Рядом Украина, значит, которая уже с 2014 года, уже с 2014 года, по сути дела, почти в состоянии гражданской войны. Тем не менее, у них по паритету покупательной способности ВВП в полтора раза больше, чем у нас. В полтора раза больше, чем у нас. Вот, и можно как бы дальше продолжать и как бы вот эти все показатели говорить. То есть, да, то, что они сегодня сделали вброс денег для зарплаты, для пенсии и так далее, но это за счет огромного роста долгов. У нас долги, внешний и внутренний долг, он кардинально вырос, и это остается долг на расчеты будущих поколений. То есть, не покрыты, в принципе, вот все эти трапты. Нет, да, да. Это большой диплом. Смотрите, они же объявили о чем? О том, что в бюджетной сфере, там, где остались незанятые места, то есть свободные, значит, людей брать в течение 2019 года не будут. Для чего это сделать? Потому что не хватает денег на оплату вот той повышенной зарплаты. Спасибо. Я еще предоставлю вам слово, просто чтобы не скучал уважаемый гость господин Иоанниса. Вы знаете, вроде бы правильные слова говорит премьер-министр, а если даешься в детали, да, то есть картинка выглядит вроде бы нормально. Давайте возьмем с экспорта, да. На самом деле в этом, в 2018 году у нас экспорта данных еще нет, но, наверное, будет между 2,7-2,8 миллиардов долларов. Что это такое? Вот это именно рисует нашу сущность. Я не люблю слово рост, я люблю восстановление, потому что у нас в 2014 году было 2,4 миллиарда, больше 2,4 миллиарда. Потом мы упали. В 2017 году мы выросли опять до 2 миллиардов. В 2017 году выросли 2,4 миллиарда, в этом году, сейчас, в 2018 год, 2,7 миллиарда. В принципе, произошло восстановление, да, потому что мы просто возвратились, откуда упали. В этом году, в первой половине года, на самом деле, 17-е и первой половины 2018 года был очень хороший темп роста. Мы даже думали, что дойдем до 3 миллиардов. Но вторая половина, сентябрь, октябрь, ноябрь, экспорт был меньше, чем в те же месяцы прошлого года. То есть у нас приостановился рост экспорта, даже, ну, стагнация роста, да. Вот пока непонятно, почему это произошло, но произошла стагнация роста. И поэтому вот по экспорту. Теперь, чтобы просто пройти по другим показателям, по ВВП, да, то же самое, господин Упостик правильно говорит, что в Молдове, если меньше 10%, это уже не рост. По заработной плате и по бюджетникам. Дело в том, что в этом году фонд заработной платы будет расти самым меньшим за последние 7 лет. Если в среднем рост фонд заработной платы в бюджетной сфере на 10%, в этом году чуть больше 5%. Но в оправдание правительству скажу две вещи. Откуда они дадут зарплату, если нет денег? Один из выходов в то, что они реально снизили соцфонды налог на прибыль, и поэтому из фонда заработной платы меньше налогов ведут в госбюджеты, и получается остается больше на зарплату. И второе, в бюджете 2019 года правительство запланировало уменьшить число бюджетников, госслужащих с 68 до 60 тысяч, то есть на 8 тысяч уменьшить. И когда вы сказали, что они хотят взять на работу, почему? Потому что эти 8 тысяч, это не означает, что это занятые. Есть функции, может быть она вакантна. И правительство, чтобы могла платить зарплату, с одной стороны ты выиграешь от налогов, с другой стороны у тебя меньше людей работает. И поэтому, чтобы не было такое, что правительство пока не успело закрыть какие-то должности, кто-то на местах начинает взять на работу. И вот в данном случае они попытаются зарплату как бы повысить, вот эти инструменты, которые есть. Теперь хватает или нет, когда меня спрашивают, что такое много этой элементов, я говорю, ребята, мы сделали два года подряд, мы делаем опросы о населении. Скажите, пожалуйста, сколько зарплаты вам нужно для того, чтобы вы остались в Молдове? В этом году люди, между прочим, у них претензии небольшие. Они говорят, чтобы я не пошел за границей, чтобы остаться работать в Молдове, мне нужно 13 тысяч лет зарплат. Это средняя. По опросу у нас получается 13 тысяч. У нас два с чем-то размера. Второй показатель по зарплате очень простой. Он говорит, что средний класс населения, вот средний класс, это те люди, которые тратят на питание 20% своих доходов или меньше. Молдова тратит больше 50% в Европе. Вы лидеры вообще, да. Я только хотела сказать. Это показывает бедноту страну, потому что, когда ты вынужден все свои доходы тратить на питание, это означает бедноту. И вот мы должны вырваться из этой бедноты. И по рабочим местам. Реально, господин Постик прав, у нас примерно чуть меньше 600 тысяч рабочих, официально, через официальную статистику, еще 600 тысяч занятых, которые не платят никакие налоги, он сам занят. И чем он занят, никто не знает. И вот из этих 600 тысяч, это 600 тысяч по цифрам, но реально платят налоги, да, потому что он занят, но у него не полный рабочий день, фабрика не полностью работает. Реально заняты еще меньше. Что было создано за этот период, мы должны сказать, в свободных экономических зонах было реально создано 15 тысяч рабочих мест, но в то же самое время было закрыто намного больше. Предприятие, где-то надо третить больше. То есть, получается, что закрылись, ну в основном закрылись официальные рабочие сельскохозяйства, потому что они перешли в неофициальные. Поняла. И сейчас правительство в этом году старается решить этот вопрос, принимая закон о зельере на русском языке, который работает днем, да, как это, не днем, а... Ну, нанимаешь, нет, нанимаешь его на работу на день, на два, то есть временный рабочий. И чтобы как-то включить этих... Потому что в сельскохозяйстве больше 100 тысяч людей работает официально у одной компании, у него нету ни одного контракта. И мы приняли закон на молдавском зельере, я не знаю, на русском, работая с днем, да, вот... Ты идешь работать, тебя нанимают, там, идти... Подделан посуточный найм, по сути. Посуточный найм, да. И чтобы как-то включить людей в список, сейчас будут по закону, будут по полю идти и смотрят. 20 человек работают. А ну сюда. Вы наняты посуточно? Нет. Все, значит, это не трудовая занятость, значит, облагается всеми штрафами и так далее. И в данном случае, я думаю, что в 18-19 году из этих 100 тысяч или сколько работает, вообще в конверте получает, может быть, 20 тысяч испугаются, они не связаны с властью, и они будут официально заключать договора. Оформляться. Это он у тебя не постоянно занятый, он у тебя временно занятый, но будет договора, и у нас появится еще 20 тысяч занятых. Но они реально перешли из теневой экономики в официальную. Я благодарю вас. Это как вот, по-моему, вы подметили, когда говорили, что у нас инвестиции. У нас в этом году было столько инвестиций, а Госпож МПС пришел в эфир и говорит, а давайте сравним эти инвестиции. Да, было такое с 2009 годом, и даже как-то неудобно, я помню, стало. Да, и там вообще, если посмотреть по инвестициям, получается, вот последние два года там выросли инвестиции за счет местных бюджетов, это за счет кредитования, да, то есть как бы этот, и за счет госбюджета. А иностранные инвестиции и экономических агентов, они сократились. У нас сократилось и кредитование очень сильно. Ну, по кредитам, если быстро, это опять же показывает наш экономик. В 2014 году у нас объем кредитов был 44,7 миллиарда леев, это берем банковский, не банковский сектор. Потом он упал, и в этом году, в 2018 году я могу сказать, у нас кредитование восстановилось до 2014 года. Но за счет чего? Упало кредитование экономических агентов на 9 миллиардов леев, и выросло кредитование потребительских населений на те же почти 9 миллиардов. То есть у нас население, в принципе, спасает банки. Потому что в 2018 году самый быстрый рост кредитования. Это потребительский кредит, и покупку квартир тоже потребительский кредит. И если вы посмотрите, в 2013 году население, весь объем кредитов, население было 15%, а 85% кредитов шло к бизнесу. В 2018 году восстановился, но видоизменился кредитованием. 60% бизнеса, и 40%, почти 40% населения. То есть у нас сейчас население, как в 2000-х годах спасло Молдову через переводы из-за рубежа, сейчас наше население спасает нашу финансовую систему, что она активно берет кредиты. Банки, они вообще падало кредитование до 2018 года в феврале. Потом посмотрели, кто росли. Небанковский сектор, микрокредитование. За счет чего? За счет населения. Банки шустро взяли, между прочим, 60% роста кредита. Это один банк, это агробанк, это не один банк, потому что они сразу видели, так зачем нам связываться с бизнесом, потому что там давать кредит одна морока. Почему, если мелкие компании, кредитование дают населению, давай я, и ринулся банки в население, и вот рост в этом году был, реально был, мы должны это сказать, но он исключительно за счет кредитования населения. Здесь еще один момент, только что три. Если сравнить покупательную способность Лея в 2014 году и нынешнее, то надо сократить объем кредитования еще на треть. Ну, все-таки премьер, он не с 2014 года. Да, мы сопоставим. Если по ВВП, то почти в два раза, почти в два раза. Да, почти в очень большом. Хорошо, я благодарю вас за подробные ответы. Хотелось бы, чтобы, конечно, команда премьера послушала, что думают по поводу его доклада. Такие уважаемые экономисты. Теперь по поводу пошлин. Все-таки у нас давно уже скандал такой разгорается вокруг этого всего. Господин Пойсик, давайте четко скажем, вот что подпадает из продукции, я имею в виду, под введение этих пошлин. А что нет? Я имею в виду транзит через Украину. Проблема здесь заключается в чем? Во-первых, Почтин, вы помните, ввели в 2014 году российская сторона в одностороннем порядке. 31 августа после того, как благополучно ратифицировали соглашение. Да, нет, они предложили, ребята, они обратились и в Европейский союз, и обратились в Молдову. Россияне сказали, у нас очень много фактов есть. Реэкспорта не санкционирована, то есть под видом молдавских товаров заходят, и сейчас тоже продолжается ловить периодически за руку, заводится большое количество товаров и так далее. Давайте отработаем вместе механизм, чтобы исключить возможность неофициального реэкспорта. Значит, сказали, не вмешивайтесь в наши внутренние дела. Было это, да? Давайте вот... И ввели пошлины. Значит, это на вино, на фрукты и так далее. И это очень сильно ударило. Консервы там, вода овощная. Да, да, да. Как раз на более такую, как бы, ощутимую для нас позицию. Значит, сейчас сложилась ситуация какова? Значит, опять же, по инициативе Додона, то есть все делали, как бы, вся властная структура, они все делали, чтобы это не прошло. То есть они все время пытались испортить отношения с Российской Федерацией. Тем не менее... Вы имеете в виду, сейчас властная сторона, это наше правительство и правящая коллекция? Да, да, да. Так. Значит, они все делали для того, чтобы сорвать. Тем не менее, Россия пошла на встречи и объявила о том, что пошлины на ближайшие полгода, они, как бы, аннулируются. Так. Но здесь мы попали под другой катокс абсолютно. Он связан с тем, что возникли очень сложные, будем говорить, ситуации России с Украиной. И Россия, по сути дела, закрыла украинскую границу, потому что там возникли массовые проблем. Давайте скажем, подождите, господин Постик, мы скажем, что они в отношении друг к другу экономические какие-то... Хотите санкции, хотите экономические меры, они предпринимали постоянно. Последний раз Украина, вот, по-моему, 18 декабря, и уже в конце декабря россияне постановлением... Конечно, господин Медведев сказал все. Да, и поэтому сегодня, как пытается на это сыграть и сказать, что это против Молдовы. Не против Молдовы. Сюда попало и Приднестровье, которая... Ну вот у меня есть информация, смотрите, что... Попало и Румыния, и как бы все страны, которые... Подпадает, вот говорят, что свежие фрукты и подобные продукты, да, значит, в особенности яблоки не подпадают к этому постановлению. Да, да, список небольшой. Понимаете? Да. То есть говорят-то на самом деле, что все, понимаете, ничего у нас невозможно беспочное. Мы должны, чтобы люди не испугать их заранее, сказать, что в этом на самом деле ситуация между Украиной и Россией такая, как все знают, мы не будем это обсуждать. Молдова сейчас не имеет очень большой объем с Россией, но я все время говорю, ребята, вы не посмотрите, что объем реально. В этом году, если будет 2,7 миллиарда экспорта, первый раз экспорт в России будет меньше 10%. Но посмотрите по товарным позициям, да, потому что мы говорим, например, в данном случае тысячи мелких фермеров, которые экспортируют 95% яблок в Российской Федерации. Из всего экспорта 95% в Россию. Да, потом абрикосы, костики, костики, костичковые, извините, половина идет на Россию, виноград свежий, половина из всего экспорта. И поэтому это по товарным позициям. Это то, что сейчас Россия ввело эти пошлины, они, в принципе, не охватывают наши главные позиции экспорта в России. Но это не означает, что мы должны спать, да. Потому что у нас, я даже надеюсь, что вот благодаря вам, я просто взял все, что мы, наши экономические отношения с Россией, я даже хочу написать 10 малоизвестных фактов о наших взаимоотношениях с Россией, да. Вот то, что мы экспортируем в России, они, между прочим, если вы меня спросите, сколько из этих санкционных попадает, что мы экспортируем, эта доля небольшая. Но это не означает, что Молдова не должна высказать своей озабоченности этим, да, потому что все равно, сколько они попадают, но попадают, потому что мы сейчас, если посмотрите, когда мы заведели замедление роста экспорта во второй половине года, на что мы рассчитывали, эксперты, когда смотрели, мы знали, что вторая половина года у нас экспорт движим сельхозпродукций, да. Сельхозпродукции это в основном свежие фрукты, и мы знали, что это российский рынок. И вот, когда ты делаешь анализ, и смотришь в Молдову, бодро пошел экспорт 17-й год, 18-й год, 18-й год начался хорошо, потом идет замедление. Мы все ждали осень, что у нас пойдет ускорение экспорта, да, потому что я люблю, чтобы цифры в конце года были хорошие. Сейчас этого, нету этого ускорения экспорта. У нас еще преждевременно сказать, за что нету этого ускорения, но я уже могу предполагать, что это отсутствие ускорения экспорта связано с тем, что мы не смогли, то, что в 17-м году мы добились экспорта, мы не смогли в этом году укрепить наши позиции, понимаете. Вот... Там есть еще одна позиция. Сейчас я скажу принципиально, а это признал и Национальное бюро статистики. У нас получилось так, что лето было жаркое, и значительная часть сельхозпродукции попала в первое полугодие. Поэтому в первом полугодии у нас был большой рост ВВП и большой объем экспорта, а во второй полугодии то, что мы должны были собирать как обычно, оно ушло. Поэтому получилось, что в первом полугодии... Да, это правда. Это нюанс есть. И получается, что в первом полугодии большой прирост, но во втором мы уже этого не имели. Мы вот по яблокам у нас второе полугодие. И вот здесь мы, мы, мы думаем, что, я все время говорю, могу я быть проевропейцем, да, но я, во-первых, думаю так, я как ответственный человек хочу, чтобы наши бизнесмены смогли экспортировать там, где они хотят. Я не могу... Очень хорошо, что вы хотите. Хорошо бы, чтобы еще правительство хотелось, но я отдельно потом по этому поводу скажу. Я еще уточню цифру. Господин Костя, секундочку. Я хоть не хочу, чтобы мы сейчас отвлекались от... Вы начинаете вспоминать очень... Все, что вы говорите, очень интересно. Но я вас возвращаю к этой ситуации, к ситуации сегодняшнего дня. Не к урожаю ли это, да, а то, что происходит сейчас с пошлинами. Значит, мы уточнили сейчас с вами, что это не касается яблок. То есть вообще не имеется в виду. Это касается алкоголя, да, это касается консервов. Но тем не менее, вот несмотря на вот то, что... Сейчас я буду говорить, какие существуют комментарии у противников, не побоюсь этого слова, президента его команды, значит, на этот момент мы видим, что есть возможности транспортировать продукцию, да, значит, не через Украину. Господин Пойсев. Это можно либо через Железный море, да, либо через Румынию и дальше в обход. Вот как бы это... То есть это с большими, получается, потерями финансовыми? Ну, логистическими нет. Нет, нет, там получается, что будет, они все равно, эти потери транспортные ниже, чем размер пошлин. Они все равно ниже, транспортные потери ниже, чем размер пошлин. На сегодняшний день логистика такая хорошая, что транспортные расходы в долю товара вообще не существенно. На сегодняшний день любая логистическая компания вам скажет, что транспортные расходы это самый маленький вопрос. Теперь связано с Приднестровьем, мы должны сказать... Нет, нет, про Приднестровье. Потому что вы сказали, что и Приднестровье. Да, я просто хочу сказать, что... Они попадают, но они опять же экспортируют мало на Россию сейчас. Да, да. Ну, я даже вам скажу цифру, они сами подсчитали, какие убытки. Но дело сейчас не в этом. Подсчитали наши аграрии, что вот с уничтожением этих, со снятием этих пошлин возных, с каждой фурой идет экономия 600 долларов. Не знаю, правда-неправда, это как бы их подсчеты, но это серьезные деньги. То есть это понятно, что за такие вещи, да, в принципе, стоит бороться. Но что делает, секундочку, но что делает наш кабинет министров? Наш кабинет министров при этом героически молчит. И мне очень понравился комментарий экс-вице-премьера, министра экономики Александра Сергеевича Муравского. Знаете его. Он написал в соцсети, я зачитаю. «Самое худшее во всей этой ситуации – это поведение правительства, которое заняло позу стороннего наблюдателя и со злорадством ждет, когда президент, грубо говоря, облажается. Уважаемое правительство, в этой ситуации страдает не президент, а вся страна. Непонимание этого означает только то, что азарт политической борьбы отнимает у вас последние крохи ответственности за ситуацию. Бывают моменты, когда любые внутренние распри должны уходить на второй план ради решения проблем, создающих опасность в стране». Понимаете, Александра Сергеевича очень сложно обвинить в симпатиях политических к партии социалистов и Игорю Николаевичу. То есть он когда хвалит, когда критикует, но он явно не член партии социалистов. Вы согласны с таким комментарием? Абсолютно. Я очень уважаю Александра Сергеевича. Я с ним как бы с юности в последствии делал знаком. И в нем как экономисте, у него отец был очень большой известный экономист Сергей Ефимович, ныне покойный. Это очень глубокий человек, очень взвешенный, продуманный. И в принципе он, я не помню, чтобы он делал какие-то ошибки в своих высказываниях. Господин Постик, почему правительство, ну хотя бы я не знаю, высказалось? Вы понимаете, я прекрасно помню, что в начале 2000-х как журналист я увидела такую новость, когда россияне там ввели пошлину на карамель для Украины. И я помню, как бы сказать, улыбалась, потому что я видела, сколько по этому поводу было шума. Вот Россия ввела пошлину на ввоз карамели из Украины. И понимаете, и вот каждое агентство, и эта ситуация разворачивалась, а что сказал тот, а что сказал этот. А здесь вот, знаете, вот так вот ничего нет. А чем хуже отношение с Россией, тем получается лучше. Вот как бы провла сила. Значит, и здесь вот, я еще раз подчеркиваю, Дадон из кожи вон лезет, хотя это не его функция. Да, по сути. Это не его функция. Он из кожи вон лезет для того, чтобы решить эти проблемы, а ему все время оставляют. Вилку в одно место, да, для того, чтобы это делалось Я лучше предпочту палки в колеса. Давайте палки в колеса. Согласен. Да, без вилок обойдемся. Я, господин, я не знаю, может, это политика сплошная прям. Нет, политика должна быть. Я не против политики. Это даже важно. Но при политике не нужно забывать про так называемые экономические агенты. Знаете, я все время, когда первый раз начал заниматься, понимать, почему вот это с Россией происходит, когда мы делали опрос, видели, что люди говорят, вот с Россией хорошие отношения. Я не мог понимать, слушай, как у нас весь экспорт идет на Западе, а люди все равно говорят, что Россия. И тогда мы начали идти в детали. Да, на Западе у тебя есть несколько больших компаний, которые имеют большой объем экспорта. А на Россию немного, да, скажем, яблоки. 44 миллиона долларов. Но когда берешь во внимание, что это сотни или несколько тысяч фермеров, то ты понимаешь, что охват этой мелкой, как бы маленькой статьи экспорта, да, 2 миллиарда и 40 миллионов. Но охват он просто огромный. Просто когда я был на севере страны, мне все говорили, слушайте, я экспортирую в России, мой сосед экспортирует Россию. И то, что мы заметили, что экспорт в России, если вы посмотрите, по каким позициям, это социально ориентированный экспорт. Понимаете, о чем я говорю? Я так понимаю. И правительство, я сейчас правительство, слушайте, ребята, здесь не вопрос о Додоне. Здесь вопрос о том, что мы говорим о социально уязвимых слоях, потому что то, что мы экспортируем в России, это социально уязвимые слоя экспортируют. Это у тебя яблоки, короче, весь сельскохождение с фрукты, и потом уже есть и другие позиции, где мы, между прочим, тоже экспортируем в Россию. Я даже удивился, найдя, что мы, например, по текстилю, да, мы экспортируем 100 миллионов долларов, да, но 75 миллионов это реэкспорт, а чистый экспорт 25, из которых 16 чистого экспорта в Россию. Понимаете? Мы, то есть, у нас большой объем экспорта, в принципе, он реэкспорт. А чистый экспорт из 25 миллионов чистого экспорта, 16 идет на Россию. То есть мы в России не реэкспортируем ничего. Хотя у нас есть и продукты, которые, знаете, мы многие годы говорим, что вот мы хотим стать звеном между востоком и западом. Ну так тем более, господи Анице, тем более правительство должно тогда учитывать этот момент, то, о чем вы сейчас говорите. Вот эти большие средства, да, вот мы делаем реэкспорт 13 миллионов, да, то есть мы закупаем где-то в Молдове и делаем реэкспорт. Это хорошо, это не надо плакать об этом. Знаете, где идет из 13,5 миллионов реэкспорт? 13 миллионов идет на Россию. То есть мы сколько лет говорим, что мы хотим вот быть связывающим звеном. Вот у тебя звено по фармацевтике. Мы реэкспортируем 44 миллиона, то есть закупаем здесь или обрабатываем, или логистику, и делаем реэкспорт и 44 миллиона, 34 миллиона на Россию, понимаете? То есть вот мы, я вам даю несколько книжек, которые мы, и поэтому я могу критиковать Россию, что они там что-то делали, я могу сказать, что я проевропейцы, мы наш проевропейский путь, но в условии, когда ты находишь покупателя, ты находишь свое место в звене, да, производитель, потребитель, да, вот потому что у нас по реэкспорту очень интересные позиции, да, большинство мы нашли своего, свое место между производителем где-то на Западе, потребителем на Россию, да, мы нашли свое место. По сельхозпродукции, которые самые бедные люди, мы нашли для них выход, потому что пока другого выхода нет, он работает в этом направлении. Вот у нас появилась новая статья экспорта, я написал мед, который весь идет на Запад, да, вот не было вообще у нас, и сейчас 15 миллионов, было ноли, нет, возникла новая отрасль, маленькая, но возникла, но все равно по новым отраслям, когда они будут, я не знаю, пока у нас есть какие-то отрасли, и поэтому я все время говорю, нужно следить за тем, чтобы все это работало. Я благодарю вас, господи Аници, я хочу по поводу Приднестровья, вот вы затронули эту тему, я хочу продолжить. Вот смотрите, ведь некоторые доброжелатели, в кавычках, да, докатили за того, что говорят, ну вообще это как бы, россияне приняли это против Додона, вот, значит, выборы, вот на самом деле Медведев вот издал это постановление, значит, против Додона и социалистов, но тогда получается, что и против Приднестровья. И против Румынии, и против Болгарии, которая поставляет через Украину. Да, под запрет попала продукция таких флагманов, как электромаш, квинт, молдавкабель, нескольких известных сельскохозяйственных предприятий. По первым оценкам исполнения этого решения Медведева, значит, потери Приднестровья составят 13 миллионов долларов. Я обещала, как бы, эту цифру озвучить. И вот она какова. То есть, получается, что из-за Додона решили наказать всех вокруг господин Косик. Нет, ну это бред. Ну, говорят. Ну, мало что говорят. Вы понимаете, сейчас высасываются с пальца. Вот посмотрите, как сейчас перед электорально, как друг друга поливают они грязью, причем так, наотмашь. Говорят о том, какие пенсии попадают, получают депутаты, но при этом называют депутат только почему-то социалистов. А вроде из демократов пенсионеров нет депутатов. И так далее. Обратили. Я просто как пример такой говорю. Дело в том, что, еще раз говорю, это просто у людей недостаток понимания, что происходит в стране, и плюс нет чувства ответственности. То есть, с одной стороны, профессионализм низкий, а с другой стороны, нет чувства ответственности. Он пусть лучше сгорит, но только не ему, не мне и так далее. Вот как в этом старом, он говорит, богатеет мой сосед, хорошо мне, да нет, хуже не бывает. Вот примерно так, понимаете. Значит, поэтому то, что как бы делается в стране, но исходит от Додона и партии социалистов, это все априори плохо. То есть, и делается для того, чтобы это заблокировать. Несмотря на то, что это вводит как бы... Я просто уточню, просто я выписал специально официальные данные по яблокам за 10 месяцев, 97,4% в России, и 81,6% в Косточкове. А, вы, по-первых, я просто взял данные прошлого года, весь год, да? Да, я взял 10 месяцев, вот я точно цифру. Господин, это ваше мнение вот по поводу того, что против Додона или там против других стран, или как вот, вот как вы считаете? Я, вообще, Россия ведет довольно-таки сложную борьбу, мы должны сказать. И с Западом, вы знаете, санкции идут. Торговая война, вообще-то, очень опасная вещь. То есть, когда вы услышали об этом постановлении, вы не удивились? Нет, не то, что не удивился. Я сижу и думаю, да, вот есть торговая война. Мы должны сказать, что есть торговая война. Сейчас вовлечены очень многие страны, включая Россию на передовой. Да, идет война, торговая война. Мы должны понимать, это вовлечены европейские страны, Соединенные Штаты. Не будем сейчас говорить. В данном случае Молдова должна понимать, что она делает в данном контексте. Вы понимаете, да, идет торговая война. Мы в этой войне участвуем? Да не участвуем. Мы вообще не участвуем в этой войне. Вы понимаете, мы когда говорим, то, что делает Россия, она делает какие-то вещи. Я, как правительство Молдовы, Я должен сказать, мы не участвуем в этой торговой войне, мы ни за кого публично, даже я не услышал никого, что публично поддержал одну сторону или другую сторону, понимаете, не говорю только между Россией и Украиной, между Россией и Евросоюзом. Молдова не сказала, что вот мы присоединяемся, и поэтому Молдова должна отстаивать свои интересы, исходя из того, что мы не взяли хоть какую-то сторону. Если бы мы сказали, что мы в данном, в этой войне на одну сторону, это я понимаю, Молдова этого не сказала, так ребята не сказали, а, сказали как бы, а, да, что вот мы, наша позиция же такая, что мы в эту войну не участвуем. Ну тогда защищайте свои интересы, исходя из этой позиции. Вот мое мнение, а то, что Россия сейчас ведет борьбу, и в этой борьбе возникают такие решения, это я не знаю почему, считаю второстепенным, а первостепенные должны быть реакции наших властей в условиях, когда вот идет эта война. Абсолютно согласна. Хочу услышать ваши варианты выхода из этой ситуации. Вот когда это все случилось, да, ну, все узнали о том, что существует такая проблема, то прошла информация о том, что над решением работают, и это вопрос ближайшего времени. Значит, преднестровцы вообще сказали, что мы знаем, как это все делать, у нас есть план, мы, в отличие от нашего правительства и от МИДа Республики Молдова, я имею ввиду Правобережного, да, значит, они находятся на постоянной связи с Минэкономразвития Российской Федерации, они постоянно все это обсуждают, они как-то вот... Можно в защиту нашей правительства? Я думаю, что наше правительство посчитало и увидело, что реальных потерь, да, вот они знали, что произойдет там два месяца, да, и они просто посчитали, что реальные потери для нашей экономики несущественны, потому что они вошли все в весь список нашего экспорта, и поэтому они посчитали эту тему не развивать. В условиях, когда это у нас сейчас выборы, и все люди, нокау огромный, я думаю, что все-таки в данном случае молчать, не знаю, если самый лучший вариант. Просто они промолчали, посчитав, что, в принципе, ущерб небольшой, вот понимаете... Ну, господин Анец, вот так, чтобы вот совсем беспристрастно отнестись к этой ситуации, то, наверное, правительству можно было бы, по крайней мере, не сказать там, дать оценочные, как вы говорите. Они могли бы дать, они могли бы дать, сказать... А можно не давать, не, секундочку, господин Анец, можно было не давать, можно просто было выступить с официальным письмом и пригласить россиян к диалогу. То, о чем, в принципе, президент говорит всегда, что и россияне говорят, они говорят, слушайте, очень хорошо, секунду, очень хорошо, что к нам вот приезжает Игорь Николаевич, мы пытаемся решать какие-то вопросы, но очень хочется, чтобы представители молдавского правительства, они тоже как-то вот приняли, им вообще интересно или нет... Знаете, идеально, как бы было, правительство бы сказал, не с нашего объема экспорта, а на Россию, в 250 миллионов, понимаете, вот о чем я говорю. Это решение правительства Российской Федерации, к сожалению, к нашему глубокому сожалению, затрагивает 15% экспорта молдавской продукции. Это немало, да, да, это нужно было озвучить, хотя в денежном выражении это всего лишь 1% нашего экспорта, но это связано с десятками, с тысячами людей. Я не уверена насчет 1%, но мне кажется, что на реакцию... Нет, я говорю, как бы, вот, что это затрагивает... По крайней мере, пригласить россиян к диалогу, мне кажется, было можно, так, господин Польщик? Не только было, а нужно было, потому что, но здесь не позиция какая, тогда он, Игорь Николаевич, сразу подписался, что я буду бороться за то, чтобы, как бы, вернуть на круги своя, а те сидят в засаде. Но если получится, хорошо, не получится, мы тогда еще больше покритикуем, вот примерно такая позиция, злорадствующая, понимаете, то есть это пляски на костях. Ну, надеюсь, что не так, и надеюсь, что все-таки интересы наших граждан будут защищены. Я считаю, мое глубокое мнение, независимо от того, кто ты по ориентации, проевропеец, про российский, независимо от ориентации, у тебя должно быть одно кредо, которое ты должен. Интересы моих граждан я защищаю в любом месте, то ли это на западе, то ли на востоке. Вот все согласны. Так теперь давайте вернемся к вариантам. Какие могут быть варианты выхода из этой ситуации? Варианты здесь, я просто еще одну фразу скажу, чтобы было понятно. Я понимаю вашу улыбку. Значит, дело в том, что мы поставляем на запад одни виды товаров, на восток совсем другие. Поэтому закрытие для нас восточного рынка, это очень плохо. Это очень плохо. И варианты здесь одни. Надо бороться, но если даже как бы сохранится эта позиция, то надо возить. Другого пути нет. Либо через Жужжилешты, часть, либо через Румынию. Ну, я предложила свой вариант. Начать дискуссию с россиянами, потому что еще россияне говорили, потом наши говорили это все неправдой. Вот, значит, обида осталась с 2014 года, когда стороны друг друга не допоняли, да? Это я по поводу внедрения соглашения об ассоциации. То есть, мне кажется, что может быть сейчас, по крайней мере, нужно садиться, разговаривать и находить общий язык. Но это должно быть правительство, понимаете? Так я о чем вам говорю? А они же, да, не хотят. Вот я предлагаю такой вариант. Резервы роста минимум 400 миллионов долларов, чтобы достичь того уровня, который у нас был. Вот мы говорим, факторы роста. Вот мы когда говорим роста, есть факторы роста. Вот на Западе у нас есть факторы роста. Вот есть еще фактор роста экспорта. Мы имели позицию 650 миллионов долларов в сторону России. Я не говорю, чтобы достичь одного миллиарда, возвращаемся к тем позициям, которые мы имели. И это вам 400 миллионов плюс в экспорте. Ну, как бы есть и такая версия, что наш кабинет просто настолько увлечен внедрением в жизнь соглашения об ассоциации, что какие бы грамотные доводы не приводил господин Ионица, все-таки вот восточным направлением и экспортом в страны СНГ, не только в Россию, ну, как бы говоря, не сильно занято. И так будет, к сожалению, из-за ратифицированного соглашения, если можно коротко ответить. У нас проблемы с Россией возникли, включая потому, что мы не работали по правилам Евросоюза. Если бы у нас было происхождение товара, как требует Евросоюз, у нас, если было сертификации и все как надо по требованию Евросоюза, то мы смогли бы на российском рынке работать лучше. Я не думаю, что Евросоюз это означает против России. То есть продажа, экономическое отношение в Евросоюзе против России. И повторю слово, которое сказал господин Пойсик, у нас экспорт в России отличается от экспорта в Евросоюзе. Он невзаимозаменим. Вот это мы должны помнить. Это принципиально. Наш экспорт невзаимозаменим. То, что в одну сторону... То есть тогда, получается, мы обречены выстраивать... Почему обречены? Мы должны. Это хорошее слово такое. Мы обречены выстраивать, но потом мы должны. Понимаете? Но ведь не все это понимают. Может быть, поймут вот такой вот оттенок, знаете, в несколько таких мрачных тонах. Тем не менее, так, господин Пойсик? Конечно. Дело в том, что мы должны понимать, что в Евросоюз, вот у нас говорят, что очень большой экспорт, да? Но половина там экспорта, это реэкспорт. И если я назову, что у нас... Продавательское сырье вы сейчас будете рассказывать. Да, да, да. Если кабель у нас перевалил за 300 миллионов долларов... Ну, будет 400 в этом году. Да, будет 400 миллионов. И стулья уже 110. То есть будет где-то под 150 выйдет миллионов. Вот сравните этот экспорт в Евросоюз, это только две позиции. Стулья и кабель, который порезали и так далее. Вот о чем. Надо создавать такие рабочие места. Нет вопроса. Но не только их же. Ведь мы же теряем интеллектуальный потенциал. Люди уезжают из Молдовы не средний житель статистический, а выезжают наиболее подготовленные, здоровые, без социальных проблем с законом. Потому что такие не нужны. Физически здоровые, еще раз повторю. И это, получается, вымывание генетического потенциала страны. Это правда. Наше время, к сожалению, вышло. Я могу только сказать для вас и для наших уважаемых телезрителей, что мы будем внимательно следить за тем, как развивается ситуация вокруг этой проблемы. И информировать вас о всевозможных вариантах ее решения. Большое вам спасибо за то, что пришли и отвечали на мои вопросы. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова